Ну что, дорогие, давайте мы с вами прямо без отлагательств, без каких-то долгих вступлений, приступим прямо к чтению, изучению, исследованию пророка Исаии. Сегодня довольно большой отрывок с 15-го года по 18. На самом деле, кажется, что длинно, на самом деле это фактически две страницы в нашей Библии. И я бы пообозначил эти четыре главы одной темой. Это печаль пророка. Печаль пророка Исаии. Мы узнаем почему. Почему? Теперь смотрите. Я, к примеру, как только уверовал в Иисуса 26 лет назад, я, значит, читая Новый Завет и Ветхий Завет впервые в своей жизни, почему-то стал молиться и мечтать о том, чтобы когда-нибудь выполнять роль пророка, такого как Исаия, в частности. Меня Исаия просто потряс, когда я его впервые прочитал. Он мне казался просто какой-то, знаете, вот есть триптихи, квадриптихи, большие книги, картины, большие полотна, которые состоят из нескольких-то, как бы, панорамной, получается, картины, состоящей из нескольких частей, охватывающей сразу большое количество событий, большое количество людей, народов, вот это все. Вот. И для меня это полотно казалось просто эпохальным. Красивейшая просто картина сначала до самого конца. В ней все, все краски, которые только можно было придумать, и недаром действительно книга пророка Исаии называется мини-библией. Она совпадает по количеству глав с количеством книг в каноническом писании. И также и делится она на не две неравные части. Я уже говорил об этом, повторяться не буду. Так вот, то, что пророки говорили, оно зачастую совсем не совпадало с тем, что хотят слышать люди. И Иисус как-то, вот в Евангелии от Матфея, он говорит, горе вам, если все люди будут говорить о вас только доброе. Также в втором послании Тимофея Павел предупреждает своего ученика, что в последнее время люди от здравого учения отвратят свой слух и обратятся к басням, собирая себе, и даже не будут принимать здравого учения, и обратятся к учителям, будут собирать себе учителей, которые лестили бы слуху. Отличие Божьего пророка от цыганки-гадалки на рынке состоит в том, что пророк говорит Божьим именем то, что Бог говорит. И в том, что Бог говорит, иногда мало приятного, потому что Бог говорит, невзирая на лица, говорит то, что будет, как есть, то, что было, открывается, и пророчество, оно касается не всегда каких-то грядущих событий, оно говорит и о нынешнем состоянии вещей очень часто. То есть, фактически, роль пророка состоит в том, чтобы высказать Божьи мысли по поводу того, что происходит. И отчасти это касается и будущего в том числе. Большая часть пророчества – это предсказание будущих событий. Но сегодня мы разбираем 4 главы с 15 по 18. Приготовьтесь, пожалуйста, пристегните ремни, потому что движение будет быстрое, но я буду делать довольно много комментариев по ходу нашего чтения. Итак, с 15 главы, прямо с 1 стиха пророка Исаии. Пророчество о Муаве. Так, ночью будет разорен Армуав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кирмуав и уничтожен. Заметьте, что здесь Господь не говорит, что горе Муаветяна, горе Муаву. История Муава восходит к книге Бытия, к истории разрушения Содома и Гамора. Если вы помните эту историю, был выведен лот с женой и двумя их дочерьми, выведен был за пределы города, перед тем, как этот город был разрушен огнем и серой. И, увидев разрушение не только Содома и Гамора, а еще ближайших городов, там было несколько городов, погубленных огнем и серой с неба, все это в окружении Мертвого моря, эти все, можно сказать, остатки спаленной цивилизации, сожженной цивилизацией, можно сегодня наблюдать. И там действительно удивительные находки происходят, и периодически туда люди ездят и обнаруживают еще более удивительные вещи, чем которые были найдены до этого. То есть структура, какие-то руины, уже превратившиеся в пепел, в стоячий пепел городов, какие-то царские дворцы, улицы и так далее. То есть прямоугольные совершенно видны структуры, которые природа не так вот, скажем так, систематически не создает. И там найдены запеченные, скажем так, капсулы пепла, можно сказать так, сожженной материи, камня и так далее, с остатками серы внутри. И как только вот эти вот капсулы раскрывают, достают оттуда серу, ее зажигают, кладут на ложку металлическую, и при горении серы прожигают все, на чем она лежит. То есть это вот ужасное уничтожение, постигла особо Магоморру и близлежащие окружающие города. Так вот, из Содома был выведен лот ангелами и поставлен вне, а лотова жена, помните, обернулась и превратилась в соляной столб. Таких столбов, кстати, там довольно много есть вокруг. То есть лотова жена была не единственной, кто успел выбежать, оборачиваясь на город, превратились в соляные столбы. Так вот, находясь в безопасном месте, дочери лота решили, что таким образом погибла вся цивилизация вообще. И они поняли, что им надо как-то продолжать род, и их мужья, зятья, то есть лота, они, в общем-то, подумали, что лот шутит, и решили не уходить из города, остались там и погибли, естественно, вместе с городами. И вот две дочери лота остались, и лот. И они, значит, решили, давай мы переспим, каждая по очереди со своим отцом, и мы таким образом продолжим человеческий род. И они напоили отца, и я в одну ночь одна с ним переспала, в вторую ночь вторая дочь переспала, таким образом они его безобеременели, и родила, спустя время, каждый из них одного сына назвали Бен-Ами, он стал прародителем Аммонитян второго, а вторая дочь родила Моава, и от нее произошли Моавитяне. Господь четко и в Терзаконе, сейчас не помню главу, но там Господь говорит, что когда вы войдете в землю, владеете ею в Ханан, то есть вы не должны будете смешиваться ни с кем из Хананеев, то есть не создавать с ними браки смешанные, с кем-либо за пределами Ханаана, можно создавать при условии, если эти вот иноземцы примут, совершат гейюрз, или уверуют в Бога Авраама, Исаака и Якова, но среди всех язычников окружающих Ханан, Бог выделил две категории, это Монитяне и Мовитяне, с которыми нельзя смешиваться и создавать с ними браки ни при каких условиях. И Мовитяне, получается, они фактически стали проклятым народом, и Господь говорит, ни в коем случае с ними даже не соприкасайся, не создавай с ними никаких союзов. И жили они к юго-востоку, к юго-востоку от Галилейского озера, туда в сторону, где сегодня находится Иордания. Вот теперь, значит, каким образом история развивалась с Мовитянами вообще? Ну, Муав был такой достаточно спокойный народ, и мы находим книгу Руфь, это время судей, до царств еще, когда из-за голода, возникшего в Израиле, Наимень со своим мужем и со своими двумя сыновьями перебирается из-за голода в Муав, для того, чтобы там пересидеть. И мы читаем, что в течение короткого времени и муж Наименья, и ее два сына умирают, Махлон и Филлион умирают, и ее муж умирают, ну, то есть, каких-то болезней. И она, значит, со своими двумя невестками, с Офрой и Руфью, остается вот наедине и говорит, а что мне теперь делать? У меня ни мужа, ни сыновей нет. Оказывается, хлеб появился в моей родной земле, возвращусь-ка я туда, в колено Иудина, и она возвращается. И ее невестки сопровождают ее, обе мои овитянки, но она Наименья уговаривает своих невесток не преследовать ее и оставить ее. Они оставляют, то есть, они, как бы, Офра вообще уходит, благословляет свою свекровь и уходит. А Руфь говорит очень интересные слова, что я пойду за тобой, и твой Бог будет моим Богом, и народ твой будет моим народом, с тобой буду жить, и умру, и там, где ты похоронена будешь, и там я буду похоронена. То есть, то и то сделает мне Бог, если я тебя оставлю или покину. Таким образом, она служит очень большое уважение со стороны тех, кто узнает о том, что сделала Руфь ради своей пожилой свекрови, не оставив ее в пожилом возрасте одну. И вот они возвращаются, и мы читаем совершенно удивительную, потрясающую историю книги Руфь, всего в четырех главах, это романтическая, потрясающая история искупления, удочерения Руфи в израильский народ. И мало того, что она стала частью израильского народа, она выходит замуж за очень богатого человека по имени Вос, имя которого означает мощь, сила. И она становится прабабушкой будущего царя Давида. То есть, фактически, царь Давид, он на четверть является, ну, если не ошибаюсь в своих расчетах, является на четверть моевитянином. И несмотря на запрет, который Бог ввел на смешанные браки с моевитянами, Бог таким образом вот эту вот удивительную показал историю, что не просто израильтянкой стала, еврейкой стала Руфь, да, она еще стала частью мессианского родословия, то есть, стала прародительницей царя Давида, и от которого впоследствии произойдет мессия или Христос. То есть, это история искупления, история выхода за границу Божьего запрета, когда сам Бог благословляет и принимает фактически любого человека. Это такой, знаете, зеленый свет для любого язычника с любым прошлым, для любого грешника, который считает себя потерянным, проклятым и так далее, даже по закону прописано, что нельзя. Бог говорит, вот, если ты уверовал от всего сердца, то можешь не просто войти в Божий народ, а еще стать частью израильского вот этого богословия, вернее, родословия мессии самого Спасителя, не только Израиля, но и всего мира. Удивительно, история мало. И когда, помимо того, что царь Давид был вот на четверть мавитянин, мы также читаем, что в то время, как Саул гонялся за Давидом, Давид в какой-то момент своих родителей, уже не молодых, переправляет к родственникам в муав для того, чтобы их уберечь, их жизнь спасти. Там они вот переезжают тоже какое-то время, пока Давиду не будет в итоге дано царство. То есть, вот удивительно, каким образом, муав, о котором здесь в 15 главе говорит Исаия, он связан с историей Израиля. Теперь мы читаем про... Вот просто первый стих, смотрите, сколько он всего занимает. Сейчас дальше пойдем, естественно, быстрее. Вы можете пометить или для себя, я открою. Это Иеремия, 48 глава, и там в 11 стихе и дальше Господь говорит про муавитян. Муав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосудов в сосуд и в плен не ходил. Оттого остался в нем вкус его и запах его не изменился. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. И постыжен будет муав ради Хамаса, так как дом Израилев посыжен был ради Вюфиля надежды своей. Смотрите, очень кратко объясню вам очень интересную подробность. Почему Иеремия говорит про муав как про сосуды с вином? Дело в том, что при виноделии, а для виноделия нужны виноградники, муав занимался виноделием, выращивал виноград для виноделия. И вот смотрите, когда вино настаивалось и бродило, его сливали в большие кувшины, где там вино достаивалось. И осадок, нечистота, все это постепенно опускалось на дно и там скапливалось. И в нужный момент, о котором виноделы знают, это вино переливается очень осторожно, чтобы не взбаламутить вот это вот осадочное вещество внизу, чтобы его снова не разболтать, аккуратненько переливают только вино в следующий сосуд и дальше отстаивают, для того, чтобы вино было чистейшим без всяких примесей. И если это не сделать вовремя, то эта жижа внизу, которая скопилась, она начинает перебраживать и всему остальному вину, которая сверху, придает очень неприятный запах и привкус. Господь говорит, «Ты, Моав, ты знаешь о том, что я Бог, прямо по соседству от тебя, Божий народ, царь Давид, родственник твой, и ты вместо того, чтобы вовремя взять и вот эту жижу оставить в стороне, перелить вино в следующий сосуд, начать новую фазу своей жизни, ты застоялся на одном месте, ты не двинулся дальше, и за это придут те, кто перельют тебя насильно и сосуды твои разобьют, кувшин твои разобьет». То есть Бог говорит об очень печальном событии, и на самом деле тот тон, который выбирает Исаия, чтобы говорить про Моава, это тон горестный. Это не то, про что говорил он про Ассура или про Ассирийцев, или про Вавилонян, торжествуя над их поражением, торжествуя и радуясь их поражению и уничтожению. Нет, про Моав Исаия плачет, и он говорит с горестным таким отношением о том, что будет с этим народом, с которым у Израиля есть общая история и на престоле в Иерусалиме сидит потомок царя Давида, который является родственником Моавитян. Дочитываем дальше, читаем, потому что нужно было сделать вступление для вашего понимания, почему такой именно тон с таким настроением рассказывает Исаия про этот народ. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рытает над него и Медеву. У всех их пострижены, острижены головы и у всех обриты бороды. То есть это траур, скорбь и печаль. На улицах его припоясываются вретища, то есть отрепьем, грубыми одеждами одевать, не праздничным. То есть праздник, веселье прекратились, все, наступило опустошение. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. Чувствуете, как Исаия плачет, да? Вот он прямо реально переживает за этот народ. И вопит, и Сион, и Иреала голос их слышатся до самой Яации, за ними, и воины Моава рыдают. Душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве. Бегут из него к Сегору, до третьей эглы восходят на Лухит с плачем. По дороге Хронаимской поднимает страшный крик. Потому что воды немримо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вновь... То есть он описывает их состояние, как беженцев из своей родной земли. И после того, как она переживает уничтожение, их народ разбегается в разные стороны. И, видя это, Исайя плачет. Сердце, говорит, рыдает мое о Моаве. Вот это благодетствие закончилось, и беженцами наполнилась земля. С детьми, с малыми, со стариками, беременной женщиной. Все побежали, потому что земля опустошена. Ничего хорошего в этом нет. Ибо вопль по всем пределам Моава. До Иглаима плачь его, и до Бер-Елима плачь его. Потому что воды Димона наполнились кровью. Я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. То есть, Моав, вот из-за того, что я прочитал вам в Иеремии 48 главе, мы увидели там, что Бог говорит, Моав, ты упустил момент. И я хотел бы вот один маленький комментарий сделать. В очень мною любимой речи апостола Павла в Афинах, в 17 главе книги Деяний, где Павел говорит, что Бог определил каждому народу пределы и времена обитания. И он говорит, почему Бог ставит границы времен существования каждого народа и границ, в пределах которых живет каждый народ на земле. Там он пишет, почему. Лука пишет в Деяниях, почему Бог определяет границы и времена обитания каждого народа. Не взыщут ли Бога? То есть, Бог дает достаточно времени каждому народу в течение его истории для того, чтобы узнать Бога Творца, истинного. Будь то через прямую проповедь о Боге или через рассматривание творений, как говорит первая глава Римлянам, потому что за творением стоит некленный творец благословенный. Вот и время Моава заканчивается. Он так и не обратился к Богу. И история Руфина и Нинии, благословенного этого рода, мессианского Давида, она не научает ничему этот народ. И он уходит в небытие. Моавитян сегодня, конечно, нет. Нет этого языка, нет этой культуры, нет этого народа, ни одного не осталось. Они перемешались, ассимилировались, исчезли, как многие народы прошлого. И, естественно, Исаия по этому поводу плачет, потому что Бог не радуется исчезновению народов. Бог не радуется исчезновению разнообразия этносов и языков и культур. Он не радуется гибели грешников. Бог хочет, чтобы все знамена, языки и племена, и колена, и так далее, все культуры пришли к Нему, и чтобы все спаслись. Было бы здорово, Бог об этом говорит в Своем слове, потому что в этом Его любовь, чтобы никто не погиб. Богу не нравится смерть грешников. Шестнадцатая глава. Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона. Я сейчас объясню. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Муава у бродов армонских. Если сейчас поговорить, что это вообще такое, что за агнцы, дело в том, что царь Ахав еще в свое время, то есть это один из северных царей нечестивых, который женился на Изавелии, дочери тирского, седонского царя, которая привнесла очень много язычества в Израиль, и была жуткая женщина, которая убила очень многих и пророков, и верующих людей, и насадила прямо язычество в северной части Израиля. Так вот, Илья там служил как раз во времена царя Ахава. Так вот, мавитяне были покорены Ахавом в частности, и мавитяне были в подчинении, платили дань. И здесь в данный момент упоминается посылание агнцев. Запишите для себя, и я открою и прочту небольшой отрывок из Четвертой книги царств, где в третьей главе упоминается, какое количество ягнят, овнов, мавитяне платили в качестве дани. Это просто для вам, для справки, в каких размерах, какими размерами оперирует повествование. Автор Четвертой книги царств, в третьей главе написано, что месоцарь мавитский был богат скотом и присылал царю израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных баранов. То есть, вот, пожалуйста, в год сто тысяч овец и сто тысяч неостриженных баранов. То есть, 200 тысяч животных в год была дань в качестве защиты или покровительства. И таким образом, вот они оплачивали как бы услуги защиты покровительства израильтянам. Вот. Поэтому, да, так странно начинается 16-я глава. То есть, посылайте агнцев, владетелей земли, с целы, в пустыне, на горы дочери Сеона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Маава у бродов армонских. То есть, это осиротевшие люди, которые, да, вот, плоти, не плоти, уже ничего не исправишь. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся, тут как бы они обращаются, пусть поживут у тебя, мои изгнанные мавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет грабеж прекратиться, попирающие исчезнут земли, и утвердится престол милостью, и воссядет на нем поистине в шатле Давидовом судья, ищущий правду или праведности и стремящийся к правосудию. Удивительно, что в этой речи как бы от лица мавитян содержится удивительное пророчество о том, что на престоле Давида будет сидеть судья, который стремится к праведности и к правосудию. Конечно, мы понимаем, что речь идет о Соломоне только, который будет прославлен как мудрый судья, которому ведомы какие-то неизвестные вещи в жизни людей он будет там судить и удивлять всех своим правосудием. Речь, конечно же, идет о Христе. Удивительно, что мавитяне предвидят то, что на престоле Давида восядет судья всех людей. Шестой стих. «Слыхали мы о гордости Муава, гордости чрезмерной, и надменности его, и высокомерии, и неистовстве его, неискренно речь его». Это уже, как знаете, вот как речь, полилог такой идет между несколькими участниками, и в ответ на призыв о помощи кто-то с другой стороны реки отвечает мавитянам, что слыхали мы о вашей гордыне. Тут небольшой комментарий, потому что гордыня Муава это гордыня несильного человека. И про Муав как раз, вот так взять и посмотреть на их историю, нельзя сказать, что они были какой-то великой нацией, большой, там, какой-то значимой цивилизацией, оставившей после себя какие-то богатства или неизгладимый след в истории в виде какого-то наследия. Этого просто нет. Так вот, удивительно, что парадоксально эти слова звучат, что вот эта известная гордость Муава. Я бы сравнил гордость Муава с гордостью нищего, бездомного, бедного и слабого бродяги. И поверьте мне, на гордость способен не только Вавилон и не только Ассирия, не только Египет и не только Великая Эфиопия и какая-то другая империя. На гордость способен любой нищий, не имеющий за душой ни копейки. Я сталкиваюсь постоянно с тем, что люди, которые нуждаются иногда буквально во всем, в своих отношениях с людьми, выказывают такую гордыню, которую я не видел в людях действительно очень богатых и таких, знаете, что-то там значащих. Это парадокс, который я не могу до конца понять, что человек и так лишен всего. У него ни кола, ни двора, как говорится, он, не знаю, наскребет каких-то денег для того, чтобы себе какую-то лапшу там заварить, но при этом у него внутри сидит такая гордыня, вероятно, просто думаешь, откуда, на чем она основана, откуда, источники, откуда ноги раздут этой гордыни, непонятно. Так вот, я вот про Мааф, у него не было никаких оснований ни армии великой, ни каких-то там достижений научных, понимаете, никаких культурных больших памятников, каких-то архитектурных. Вот ничего просто нет. И сейчас спроси Любову, тут, да, на улице, у Любовушки старшеквазника, можно спросить, который читал учебник по истории античности, какие ты назовешь там великие цивилизации, оставившие след в историю? Он назовет там, конечно, Египет, Месопотамию, какие-то, Вавилон, там что-то еще назовет, Грецию, Рим, но про Мааф никто не знает ничего. И вот, заметьте, что, да, Господь показывает, что любой человек, каким бы он ни был там, незначительным, способен на удивительного размера гордыню. И он будет до последнего терпеть нужду, но он не пойдет, не попросит прощения, он не признается, он не попросит, это, понимаете, вот это вот, это большая, огромная проблема, она присуща не только каким-то там большим дядькам с толстыми животами, с золотыми цепями, там, на дорогих машинах и живущих в очень обширных особняках. Нет, гордыня, она, это удел даже очень необеспеченных людей, не имеющих за душой ничего, да, гордыня, это прямо вот проказа, которая кроет всех, и она действительно приводит к падению и гордыня всегда предшествует падению. Так надо для себя эту аксиому усвоить и на этом поставить крест. Лучший способ славия, прихода к истинной славе, это смирение, кротость, это надо посмотреть на Иисуса, не думать о себе больше, чем положено. У меня один брат очень давным-давно сказал удивительную вещь, что истинное смирение состоит не в том, чтобы думать о себе плохо. Настоящее смирение состоит не в том, чтобы думать о себе хорошо. Истинное смирение состоит в том, чтобы не думать о себе ничего. Не думать ничего. И согласиться с тем, что Господь говорит о тебе и обо мне. И вот это и будет настоящая, адекватная, правильная оценка того, кем я являюсь. Что мне светит, чего мне не светит. Я буду с благодарностью, исходя из этого отношения к себе, встречать любое благословение. Я буду, ну, если положено страдать, значит, я пострадаю, значит, наверное, так Богу будет угодно. Я не буду считать себя, знаете, таким человеком, которому все положено почему-то по праву, потому что вот я считаю, что мне это положено, и все, положите мне это. так гордыня, это большое-большое проклятие, большая проблема, особенно в нынешние времена. И гордыня проявляется и на государственном уровне. В очень большом количестве государственных гимнов заключена национальная идея превосходства именно моего народа на всеми остальными. И это очень тонкая грань, когда народ гордится собой, но где же Бог? А где же человек? Потому что любая империя заканчивается. Жизнь любого человека также приходит к концу. А где же Бог? Где настоящее величие? Где настоящая вот эта слава-то? Почему человек надувается, да, просто невообразимых размеров, так что его там лицо в телевизоре не помещается? Ну, парадокс. Человек не может быть всесильным и всемогущим, вездесущим, всезнающим. Истинного, настоящего поклонения достоин только Бог, только Творец. Поэтому гордость Моава это гордость того народа, которого вообще не на чем даже построить основание для этой гордыни. И Господь вот говорит дальше в 7 стихе, поэтому возрыдает Моав о Моаве. Все будут рыдать. Стенайте от вердыни кирха решета, они совершенно разрушены. Поля и сивонские оскудели, также и виноградник сивамский, властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расцвелались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. То есть это действительно процветающая земля, которая была знаменита своими виноградниками, и поэтому Господь обращается в Иереме, к Моаву, говоря о вине в кувшинах. И Господь говорит, что вот все, закончилось благоденствие. Посему и я буду плакать о лозе сиваимской, сивамской, плачем и азера, буду обливать тебя слезами моими, и сивон, и илиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жата твоей нет более шумной радости. Да, потому что нечего собирать. Исчезла с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, винограды не топчут, винограды в точилах, я прекратил ликование. Бог говорит, все, положил предел, и время определилось в существовании этого народа, пришло время ему исчезнуть. Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гуслие, и сердце мое о кирхаришете. Хотя и явится Маав, и будет до утомления подвигаться на высотах и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот в этом и есть причина того, что Маав придет к своему очень печальному концу и к своему полному уничтожению, потому что он ищет утешение не в том месте. Гордыня приводит человека часто совсем не в то место, где он бы хотел оказаться. Он планирует одно, задумывает для своей жизни одно, но гордыня приводит его на холм, где стоит его собственный жертвенник, и там он молится своему Богу какому-то, да, превознесенному самому себе, возможно, придуманному какому-то своему образу, молится человек, взывает о том, чтобы осуществились его мечты, но никто не отвечает, ничто из этого не осуществится. Гордый человек, к сожалению, очень часто будет искать утешение совсем не в том месте. А в чем проблема? Если человек возгордился, если он гордый по жизни, как правило, его жизнь сопровождается большим количеством конфликтов. Гордость приводит к конфликтам, потому что гордый человек говорит неосторожные вещи, он поступает неосторожно, он ранит других людей, он не заботится о последствиях своих слов, он наживает себе конфликты, и конфликты тянутся за ним, куда бы он ни пришел, везде он принесет с собой себя. И у его утешения в итоге этого человека, когда он потеряет абсолютно все отношения в своей жизни, утешение не в том, чтобы на свои горы взойти и там своему Богу помолиться. Нет, нужно возвращаться к Богу истинному, который говорит, если мы ходим во свете, то он, будучи верен и праведен, простит нам грех и очистит от всякой неправедности. Если сотворил беду, сделал зло ближнего саму, сказал неосторожное слово, обидел кого-то, не к Богу беги и сейчас, а возвращайся к тому, кого обидел, с ним разговаривай. Ему исповедуйся, перед ним проси прощения, это и есть победа, настоящее освобождение и приход к благословению. Такой порядок придумал Бог. Если исповедуем грехи наши, 1 послание на 1 главах говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам всякий грех и очистит от всякой неправедности. А если ходим во свете, между нами все понятно и просто, то мы имеем общение, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И по-другому не получится, по-другому не работает этот механизм. И Муаф, возгородившись на пустом, на ровном месте, не имея ничего за своей душой, не имея никакого основания для того, чтобы гордиться, Муаф идет на гуру молиться своим врагам. Вместо того, чтобы обратиться к настоящему Богу и перемириться со своим соседом Израилем до конца, для того, чтобы объединиться с ним, прийти и просто исправить все. Вместо этого он уходит в небытие, погибает весь, до последнего человека не остается этого народа. Это трагедия гордого человека, нищего, но при этом очень гордого человека, который не идет примиряться, не идет просить прощения, не обращается к Богу. Вот это вот, запомните, да, это очень важный урок из истории, и Исаия смотрит на жизнь этого народа, и его сердце слезами обливается, кровью обливается, потому что он понимает, что так не должно быть. могло быть совершенно иначе, могла быть любовь и мир в отношениях, вместо этого они попрошайничают, просят заступиться, но к Богу не обращаются. Вот слово, 13 стих, слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. И ныне же так говорит Господь, через три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюстом, и остаток будет очень малый и незначительный. 17 глава. Пророчество о Дамаске. Дамаск находится севернее Израиля, севернее Галилеи. Сегодня, вы знаете, там продолжается конфликт. Израиль в свое время отвоевал голландские высоты, отобрал их у Сирии и присоединил к своим территориям, потому что стороны голландские высоты, они господствующие, возвышающиеся высоты, с которых видно и всю Галилею, и озеро Кенера, Галилейское море. И оттуда превосходящая, можно сказать, такая высота в военном смысле позволяла обстреливать очень обширные территории Израиля сирийскими ракетами и снарядами. Поэтому Израиль надоел, он отобрал, буквально это не так давняя история. И сейчас там очень редко, очень небольшое количество поселений, они снова образуются поселения, но там очень обширная операция была по разминированию территории потому что там десятки тонн взрывчатки в виде мин противопехотных всяких разных были заложены сирийцами при отступлении. То есть там очень опасно было поначалу вообще даже. И поэтому туда даже автобусы, когда с туристами приезжают в голландские высоты, бывшие сирийские территории, большие территории, территории. Триньцами технические неполадки я даже не помню с какого места и что там но говорили про голландские высоты про сирию продамаск рассказал что не так давно голландские территории высоты что случилось следующий раз возможно не будем пользоваться уже этой платформой потому что какие-то проблемы возможно придется делать через youtube трансляцию и так будет надежнее вот итак пророчество о дамаске 17 глава вот дамаск исключается из числа городов и будет грудую развален города араерские будут покинуты останутся для стад которые будут отдыхать там и некому будет пугать их не станет твердыни ефремовый и царство дамасского с остальную сирию с ними будет тоже что со славой сынов израиля говорит господь салоов дело в том если вкратце после смерти соломона воцаряется его сын рван и в прямо практически в первые же дни его царства 10 северных колен израиля отделяются от южной части и начинается фактически противостояние сначала почти бескровно потом все больше и больше будет лица крови крови во время гражданской войны между израилем северным и южным теперь поэтому мы видим как израиль вроде как часть божьего народа 10 колен договаривается с сирией севернее себя сосед с дамаском для того чтобы вести войну против свою южную среду просто против иуды против собственных же братьев такая трагичная ситуация очень неприятная для истории израиля вообще и вот господь обращается к дамаску говоря смотри дамаск то что с азраильтянами будет происходить за то что они отпали от меня и стали поклоняться чужим богам вот то же самое произойдет с тобой дамаск будет разрушен одна из очень важных таких столиц древнего мира очень такой красивый город вот он будет разрушен превращение превратиться в груду развален господь говорит теперь дальше и будет тот день умолиться слава якова и тучное тело его сделается тощим яков или израиль это северная часть отпавшая от иуды от иерусалима тоже будет что по собирание хлеба жнецом когда рука его пожнет колоссе и когда соберутся колоссе в долине рифаимской и останется у них останутся у него как бывает при обивании маслин две-три ягоды на самой вершине по 45 на плодоносных ветвях говорит господь бог израилев то есть он сравнивает то что судьбу израиля судьбу дамаска с тем как обивают или потрясают дерево маслину и на ней ничего не остается там по две-три ягодки на ветке остается все остальное собрали и она стоит почти голая отдав весь свой урожай вот это будет с народом происходить вот и в тот день обратит человек взор свой к творцу своему и глаза его будут устремлены к святому израилю удивительно как самые вот темные времена бог через за саю вкрапление делает обещание того что будет происходить смотрите что необходимо человек чтобы обратиться к богу чаще всего чаще всего люди обращаются вообще начинают задумываться о боге только в результате каких-то проблем в результате каких-то поисков сознательных и намеренных поисков бога вот что-то там понимая нет многие приходят богу и просто из-за безысходности из-за проблем и вот здесь как бы обещает в тот день что вот вы обратитесь к к творцу своему и глаза ваши будут устремлены к святому израилеву и не взглянет на жертвенник на дело рук своих и не посмотрит на то что сделали персты его на кумиры астарты и вала это такие самые главные можно сказать божества того времени которым поклонялись большая часть народов населяющих окружающих на и в том числе евреи вот к сожалению в тот день укрепленные города его будут как развалены в лесах и на вершины гор оставленные перед ценами израиля и будет пусто ибо ты забыл бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежище твоего от того развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы ну это прообраз того что сделалось в северной части израиля когда и рван увидя за собой 10 калин израилевых сказал вот боги твои израиль и поставил двух тельцов одного и фили другого севернее там высказал давайте не будем ходить больше иерусалимский храм поклоняться будем поклоняться вот этим тельцам золотым таким образом ввел израиля во грех вот и мира в израиле конечно после этого северной части не было ты взял черенки от чужой лозы чуждая что-то у себя на земле насадил в день насаждения твоего ты заботился чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело но в день собрания не куча жатвы будет но скорбь жестокая увы шум народов многих шумят они как шумит море рев племен они ревут как ревут сильные воды ревут народы как ревут сильные воды но он погрозил им и они далеко побежали и были гонимы как прах по горам от ветра как пыль от вихря ветер и вот ужас и прежде утра утра уже нет его такова участь грабителей наших и жребий разорителей наших это пророчество о том что случится со всеми и мы если в истории посмотрим получается ассирия придет потом в вилане они разрушат ассирию до в вилане они уничтожат медяне персы потом греки потом римляне кто там только не будет да и все разорители будут разорены фактически что посеет человек то он и пожмет посеял ты ветер пожнешь ты бурю да поэтому господь говорит есть причинно-следственные связи каким бы ни был сильным противник твой да если он делает зло он обязательно пожмет то что посеял сам вот поэтому естественно иисусова царство строится совсем не на насилие не на возвышение а совершенно других принципах иисус говорит кто хочет быть первым быть последним хочешь быть главным будь всем слугой вот так так поступил христос и для себя запишите и она пятнадцатую главу где иисус омывает 15 глава не 13 глава иисус омывает ноги своим ученикам и удивляет своих учеников таким вот поведением потому что они никак не ожидали от господа и спасителя и учителя своего подобного действия чтобы он и многие омывал петр даже нет не мощно твоих век запрещает иисусу и так 18 глава сегодня последняя глава коротенькая очень но при этом очень сильно загадочная и я вам просто чуть побольше расскажу и так горе земле осеняющее крыльями по ту сторону рек эфиопских посылающий послов по морю и в папировых или папирусных судах из деревянных судов судах посудных по морю по водам идите быстрые послы к народу грешно крепкому и бодрому крепко и бодро не очень удачный перевод потому что здесь фактически высокий и безбородый если перевести правильно это об эфиопах к народу страшному от начала и до ныне к народу рослому и все попирающему которого землю разрезывают реки эфиопия нынешние если посмотреть по территорию а в территории она конечно небольшая уже как она была раньше она занимала раньше территорию и египта и судана это можно себе представить какую территорию занимал за не занимала этот эта страна теперь вы не знаю если не знаете я вас удивлю что на тот момент когда исай пишет эти слова в египте на престоле египта правит и эфиопская династия это очень влиятельные государства и здесь когда исай говорит посылайте послов от народа высокого такого рослого и безбородого афиоплян да он фактически говорит о той ситуации когда эфиопляне стали посылать послов в израиль для того чтобы договориться с израильтянами против ассирийцев то есть давайте встаньте на нашу сторону да будьте с нами мы вас защитим против ассирии и об этом будет еще говорите со я что призывающий на помощь и в следующей главе там 11 главе там про египет будет говориться что призывающий на помощь египтян это все равно что опирающиеся на надломленную трость которому пронзит руку эта трость всякому кто опрется на нее то здесь вот ефиопляне которые также владеют и египтом они значит посылают послов в израиль потому что израиль проходной двор территория которая соединяет между собой ты просто перекресток многих-многих дорог и многих цивилизаций прям самом сердце можно сказать нижнего востока находится израиль и там кто только не ходил туда и сюда поэтому здесь говорится про посылающих послов и все вы населяющие вселенную и живущие на земле смотрите когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба слушайте ибо так господь сказал мне я спокойно смотрю и жилище моего как светлая теплота после дождя как облако росы во время жатвенного зноя ибо прежде собирание винограда когда он отсветет и грозд начнет созревать он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли то есть все те кто надеются на что-то свое отдельно от бога господь говорит еще не 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 созреет урожай вы не сможете его снять как это все всего вы лишитесь эта история мава и очень многих цивилизаций в прошлом надеющиеся на построение какого-то великого государства они лишаются всего до начала вообще еще осуществление этих своих мечтаний и оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым и птицы будут проводить там лето а все звери полевые будут зимовать там в то время будет принесен дар господа слову от народа крепкого и бодрого то есть эфиопляне высокий и безбородый народ принесет жертву в дар господу израиля от народа крепкого и бодрого от народа страшного от начала до ныне от народа рослого и и все попиравшего которого землю разрезывают реки к месту имени господа свауфа на гору сион вильное пророчество о том что сделает господь в будущем когда все абсолютно великие нации и когда-то цивилизации придут и поклониться и запишите для себя очень важный стих пророк агей первая глава часы и видит один из малых пророков ветхого завета у меня убили очень тонкие страницы и не совсем моя библия не загородская библия у меня вот сейчас я вам открою агей первая глава шестой стих вы сеете много а собираете мало едите но не в сытость пьете но не напеваетесь одеваетесь и не согреваетесь зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька сегодня много очень говорят люди в интернете всякие пасторы учителя о том как быть благословенным финансовом отношении конечно тема насущная тема очень животрепещущая потому что ну человека его кошелек это его больное место вот так вот люди думают что если мы извлечем из библии какие-то принципы тогда все у нас финансовом смысле пойдет в гору все будет отлично и хорошо и безбедным начнем жить но господь предлагает совсем другой рецепт в этом в этой главе пророка агея в первой в первой главе седьмом стихе и так он в шестом стихе обозначает проблему что вы трудитесь на дырявый кошелек на дырявый карман собираете там пытаетесь там что-то то кучу времени тратить но выхлоп нулевой да и господь говоришь как это положение исправить так говорит господь свауф обратите сердце ваше на пути ваши остановитесь и обернитесь и сердце ваше испытаете как вы живете к чему вы стремитесь в этом выход из положения потому что выход из положения финансовых затруднений не в том чтобы начать правильно распределять свои финансы хотя это важно корень проблемы совсем не в этом кто-то говорит на десятину платить вы можете найти в интернете проповеди раввинов и еврейских о том как начать процветать они платите десятину и будете процветать смотрите пророк малахия говорит да нужно обязательно платить десятину слушайте но господь обращается к фарисею говорит вы действительно платите горе вам стоп они вроде по закону поступают и закон сеяния и жатвы должен работать всегда если этот закон господь говорит горе вам что вы это делаете и паситесь там два раза в неделю и вы там десятую часть имения своего отделяете до десятую часть овощей мяты руты и так далее каждое зернышко вы считаете десятое зернышко каждое богу отдаете но вы главное в законе оставили суд милость и веру запомните очень важный урок гордый человек не желающий справлять свое сердце бежит получать утешение не в том месте он бежит не туда нужно искать источник проблемы иисус говорит вы оставили главное в законе суд милость и веру вот это надо было об этом заботиться и того не оставлять согласно закону не надо ставить телегу впереди лошади не надо думать что ну проблемы с деньгами с имуществом какие-то материальные проблемы обязательно нужно решать материальным способом нет обратите ваше сердце на ваши пути посмотрите как вы живете он не говорит пересчитайте свои деньги и исследуйте свои ресурсы не в этом суть не в этом дело если говорить не в этом дело потому что внешне ты можешь посчитать распланировать а какой говорит не будет благословения не пошли тебе раннего и позднего дождя но не соберешь ты будешь тратить все будешь ты как в самом начале книги и сами читали что ты там потратишь огромное количество на сеяние а соберешь одно ведро с целого поля это же ну не нормально это невозможно таким образом нельзя не сохранить свою семью не сохранить свой достаток не тем более как-то расширить свое владение или развиваться невозможно какой говорит иди ко мне ищи утешения и мудрости у меня можно зацикливаемся на каких-то принципах на каких-то правилах и законах мы что-то вычисляем но это похоже на то что сидит господь за столом и хочет с нами общаться и он хочет ответить на наши вопросы а мы сидим рядом с калькулятором и высчитываем свои расходы и свои доходы вместо того чтобы с богом говорить вы понимаете вот талант иосифа в египте талант даниила был не в том что они были замечательные бухгалтеры и очень умные экономисты и иосиф и даниил смогли довести свои государства которые мы не служили до состояния расцвета максимального что египет что что вавилон это были евреи которые всем сердцем были преданы богу у них не было экономического образования у них не было каких-то там знаний познаний в экономике вы поймите да кому мы обращаемся за мудростью кому обращался иосиф кому обращался даниил есть источник мудрости который превосходит человеческий опыт человеческие прогнозы предсказания какие-то там другие схемы и модели вы понимаете то есть бог посмеется на мудрости человеческой посмеется и унизит через человека который доверяет богу полностью потому что бог может открыть что будет совсем не так как говорят специалисты поэтому гордый человек к сожалению больше по большей части больше случаев пойдет на свою гору и там будет к своему идолу взывать и не будет получать утешение он будет по-прежнему дальше спускаясь со своего холма гордиться унижать презирать говорить всякое разное да давайте не будем подобными людьми давайте остановимся и как говорит пророк Агей обратим в свое сердце повернем его на наши пути посмотрим что было где был бог в наших обстоятельствах что он делал давайте остановимся и прекратим превозноситься прекратим чтобы какой-нибудь пророк Исаия не плакал о нас как о Моаве у которого были шансы но он ими не воспользовался да давайте молиться Дорогой Отец Небесный благослови сейчас нас и тех кто слушал все кто изучает пророка Исаии моли чтобы сегодня посеяны были семена важные важные вопросы Господь ты поднимаешь помоги нам Господь не застаиваться на месте как это в образе с вином которое застоялось в кувшине и оно прогоркло и испортилось помоги нам Господь видеть в какой момент нужно переливать это вино в следующий сосуд как где и как искать утешение покажи Господь что ты единственный источник настоящего истинного утешения настоящего покоя настоящей мудрости решения действительно на случай наших проблем благослови каждого здесь кто слушает кто смотрит читает вместе с нами научи нас Господь слышать твой голос помоги нам в своей гордыне останавливаться обращаться на свои пути и обращаться к тебе чтобы не получилось так как с мавитянами с сирийцами а с сирийцами и волонянами и другими очень гордыми нациями которые были повержены и превращены в них что благослови Господь нас чтобы наша жизнь была настоящим отражением отношений с живым Богом чтобы люди действительно прославили отца нашего небесного наблюдая за нами слава тебе Господь во имя Иисуса Христа аминь все остаемся на связи спасибо всем кто был благослови него